Если мы находимся в отдалении дороги, то концентрация обычно 470, 460, 480, как вот здесь сейчас. Сейчас при приближении к дороге обычно 490, 500 ппм. Чем дышит Челябинск, тема бесконечная и бездонная. Но если пункты мониторинга атмосферного воздуха фиксируют превышение ПДК по фактическим выбросам предприятий, то углекислым и угарным газами никто особо не занимался. Так что Константину Крылякову, преподавателю кафедры геоэкологии, было где развернуться. Сотрудники лаборатории экологии водных сообществ прошли по городу с газоанализатором и составили карту распределения диоксида и оксида углерода. Датчик находится здесь, фиксирует он моментально, то есть сразу как только попадает в него газ, так показывает цифры. Единственное, что можно его потрясти, то есть чтобы забились эти поры, чтобы выветрилось все и заново. Проверяли все подряд улицы, скверы, дороги и пешеходные переходы, подземные и наземные. Заглянули даже в трамваи и автомобили. Самым грязным по оксиду и диоксиду углерода оказались проспект Ленина и район Теплотеха. Но самый неожиданный результат получили там, где не ожидали. За закрытыми окнами офисов и квартир. Если у нас в городе 500 ппм, то в помещениях, особенно зимой, до 2-3 тысячи доходит. То есть это обычно по одной классификации уже способствует усталости, ненамоганию, сонливости. Исследователи установили, сильнее всего СО2 накапливается в помещениях с плохой вентиляцией вблизи промышленных предприятий. Тем, кто хочет дышать полной грудью, советуют отправиться в городской бор на берег Шершней или прогуляться вокруг первого корпуса Челгу. Здесь цифры доходят максимум до 480. Кроме того, неплохой воздух в сквере Колющенко, внутри частного сектора Советского района и в жилых кварталах Металлургического. Инна Левошина, Александра Мыльникова, Наталья Шмухаметова, Владислав Шишмаренков. Урал-1.